Сегодня у них есть, пусть и небольшое, но все же собственное помещение, где каждый найдет себе занятие по душе. Учитель 22-го лицея Ирина Юрьевна Афонькина, к слову, мать пятерых детей, последней из которых двойняшки, решила, в их мелькой районе дети и старики не должны быть предоставлены сами себе. Мы жили раньше в глубинке в деревне, и для нас принято, что все вместе, сообща, и мал, и большой, всегда собираются за общим столом, за всеми праздниками. И когда я приехала в город, для меня это что-то новое, что как бы все отдельно, по отдельности, я решила объединить их. Клуб называется «Присталь». Это аббревиатура, расшифровывается. Приходите, ребята, интеллектуальные, светлые, творческие, активные и неравнодушные, что очень важно в нашей жизни. То есть для всех мы найдем занятия. Социальный дом, где расположился клуб, в основном заселен людьми пожилого возраста. Для них ребята и учатся быть циркачами и артистами, чтобы потом достойно выступать на праздниках, которые проводятся во дворе Мацестинской, 17. Мы научились петь, танцевать, стихи учить. Ну, не то, что учить, а хорошо рассказывать. Ну, вот и всякое такое. Играть в домоходные игры. Вообще интересно и весело. Мама всегда такая активная. То есть она всегда какие-нибудь праздники организовывает или еще что-то. Не знаю, кому это хорошо. Занимается детьми, это весело. Семья активность Ирины Юрьевны всегда поддерживает. А это самое главное для человека, который не привык сидеть сложа руки. Все начинания педагога отмечены городом. Для нас очень ценно и важно создание семейных клубов, клубов, направленных на поддержку семьи, на развитие семейных ценностей и на соединение детей и родителей в какой-то общей деятельности. Уют и тепло здесь находят все от двух лет до семидесяти. Волонтеры серебряного возраста передают опыт. А ребята радуются, что в свободное от учебы время стучать не приходится. Мы ждем инициативных ребят, тоже взрослого поколения, которые готовы тоже открыть клуб по месту жительства. То есть все инициативы мы поддерживаем и ждем людей с новыми идеями. И тоже ребят, которые бы хотели к нам прийти. Всех ждем в управлении молодежной политики по адресу улицы Курортный проспект 53. В администрации города отмечают, если в Сочи будет больше таких инициативных педагогов, то выиграют все – и дети, которых необходимо правильно воспитывать, и взрослые, которые мечтают вырастить здоровое поколение. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».